СВЯТОЙ И ПРАВЕДНЫЙ ВОЙН Фёдор Ушаков. Он стоял у истоков российского флота. Да и был его воспитанником. Единственный в мировой истории адмирал, который не проиграл ни единого сражения. Ни один корабль под его командованием не был захвачен противником. По природе своей он победитель. Это хорошо понимают и моряки-балтийцы, которые собрались здесь в Свято-Георгиевском соборе на молебель. Они пришли сюда помолиться своему любимому святому, заступнику военно-морского флота. Великое, видимо, на расстоянии. Поэтому сегодня мы особенно ощущаем помощь, поддержку и молитвное предстательство великого адмирала непобедимого в жизни морского флота и моряков-балтийцев. Ушаков побеждал всегда, даже когда был в меньшинстве. Он сумел всего за три дня только силами флота взять самую неприступную крепость Европы – остров Корфу. Полководец Александр Суворов, узнав об этой победе Ушакова, воскликнул. «Зачем я не был при Корфу хотя бы мичманом?» И на острове Корфу его почитают. Он ведь, можно сказать, создал своего рода, ну, почти суверенное государство на островах ионических. И он был исключительно мудрым правителем, оставил о себе благодарную память. Сегодня нам известны четыре изображения Фёдора Ушакова, которые при этом не похожи друг на друга. Как же на самом деле выглядел легендарный адмирал? Да, действительно, внешность Фёдора Фёдоровича Ушакова разительно отличается от тех, к которым мы привыкли. В 2001 году Фёдор Ушаков стал единственным военным моряком, который был канонизирован и причислен к лику святых. Но, как мы выяснили, вопрос о канонизации адмирала рассматривался в Синодальной комиссии несколько раз. И была дискуссия, может ли профессиональный военный, боевой адмирал, участвовавший в сражениях, в которых гибли люди, быть признан святым. В том-то и величина его сохранить внутреннее своё христианство и чистоту совести, совершая столь дивные и славные дела и участвуя в таких удивительных по своим масштабам и событиях и сражениях. В июне 43-го года на встрече со Сталином нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов предложил учредить специальные ордена для моряков. Наградам было решено дать имена Фёдора Ушакова и Павла Нахимова. Несмотря на то, что в те времена адмирал Нахимов был гораздо популярнее Ушакова, Сталин решил высшей морской наградой всё же определить орден Фёдора Ушакова. Для изготовления ордена необходимо было установить, как на самом деле выглядел великий флотоводец. Парадный портрет Фёдора Ушакова художник Пётр Бажанов написал в 1912 году, спустя почти 100 лет после смерти адмирала. Писал его с медали, которая была подарена Ушакову благодарными греками на острове Кефалония. Сталин парадным портретам не доверял, поэтому распорядился проверить, а так ли в реальности выглядел Ушаков. Его захоронение в Санаксарском монастыре, который находится в Мордовии, решили вскрыть и провести эксгумацию останков. Восстановить облик адмирала было поручено антропологу Михаилу Герасимову. Вот здесь, прямо у стен главного монастырского храма в 1944 году ученые и начали раскопки. А копали именно вот в этом месте, где стояла полуразрушенная часовня. Ее возвели как раз над могилой Фёдора Ушакова. Останки прославленного адмирала обнаружили на глубине примерно полутора метров. Кости скелета были смещены, но череп оставался в хорошей сохранности. И именно по нему Герасимов решил восстанавливать облик Ушакова. Когда он только даже взял в руки череп Ушакова, он сразу сказал, что будут серьезные различия по сравнению с имеющимся портретом. Он сразу сказал, что лицо короткое, широкое, ну, совсем другие пропорции, впечатление, естественно, будет другое. Когда работа была окончена, ученые удивились. Полученный облик мужчины с резкими волевыми чертами лица был совершенно не похож на холеного дворянина с картины Бажанова. Так кто же был похоронен в Санаксарском монастыре? Чьи останки обнаружили антропологи? Чтобы разобраться в этом, мы поехали в Рыбинский район Ярославской области. Там сейчас идут работы по восстановлению храма Богоявления на острову. Этот храм лежал в руинах. Сквозь него прорастали деревья. Пока случайно, в 90-м году, в его метрических книгах не обнаружили запись, которая круто изменила его судьбу. А запись-то гласила, что 13 февраля 1745 года по старому стилю в селе Бурнаково Ярославской провинции Романовского уезда в семье отставного гвардии сержанта Ушакова родился сын Федор. Вскоре мальчишку привезут крестить в этот храм. Это казанский предел храма, посвященный иконе Божией Матери. Здесь очень красивый иконостас. И иконы. Одна из них посвящена Федору Ушакову. А вторая? Здесь изображен его дядя Феодор Санаксарский. А что вообще связывало Денис Федора Ушакова с этим местом, кроме того, что он родился неподалеку? Ну, это место особо было дорого семье Ушаковых. Многие представители Ушаковых получили здесь первое образование. И говорят, что Федор Ушаков был храбрым, отчаянным, бесстрашным и ходил на медведя с рогатиной даже. Конечно, все это легенда, все это миф, потому что Федор Федорович был не очень, во-первых, высокий, даже, как-то, можно сказать, помолостный, даже излишне, может быть, худощав. Здоровье был не очень крепок, что показали и антропологические заключения при вскрытии и исследовании его мощей. Вот, говорят, прихрамывал даже на ногу одну. Но, тем не менее, конечно, духом своим, верой своей, он был гораздо силен. А ведь мир мог так и не узнать о будущем непобедимом адмирале. Отец и старшие братья Ушакова служили в Преображенском гвардейском полку, так что и Федор должен был пойти по их стопам. Но в семье решили иначе и отправили юного Ушакова учиться в морской кадетский корпус в Санкт-Петербург. В дворе они бедные, провинциальные, без влиятельных родственников. Образование – это дорого. А тут есть корпус, то есть казенное учебное заведение, которое выпускают уже офицеров за казенный счет. Ну вот, я думаю, что это было одним из таких важных факторов для бедных провинциальных дворян. Потому что если вы сын знатного дворянина, вот вам домашние учителя, родственники, которые вы там устроите адъютантом кому-нибудь на службу и так далее. А когда у вас ничего нет, ну вот, пожалуйста, это совершенно реальный путь такой для начала карьеры. В 1766 году Федор Ушаков окончил морской корпус в пятерке лучших выпускников. Это многое говорит о молодом человеке. В 18 веке учиться здесь было невероятно трудно. Помимо тех дисциплин, которые было положено изучать, были закуплены ряд книг, которые вроде на первый взгляд совершенно не касаются ни морского дела, ни военных наук. Например, разведение парковых садов. Как принять роды. По истории искусства, римского искусства, греческого искусства, итальянского искусства. Воспитывали абсолютно разносторонних людей, которые могли мыслить творчески и нестандартно. После окончания морского корпуса Федора Ушакова зачислили на галерный флот на Балтике и сразу же отправили в поход до Архангельска. 12 августа 1780 года Федора Ушакова, как надежного морского офицера, назначили командиром императорской яхты Екатерины Второй. Ушаков, к удивлению многих, этому почетному назначению не обрадовался. Он воспринял его как повинность. Его мечтой была морская боевая служба, а не прогулки на яхте, пусть даже вместе с императрицей. И он сделал все, чтобы уйти с этой ритуальной должности. Оттуда он вернулся уже закаленным моряком. Вскоре ему повезет, и он попадет туда, куда и мечтал, на Черное море, в самую гущу событий. Преименно здесь он одержит великие победы. Но сначала Черноморский флот нужно было построить. Его создание Екатерина Вторая поручила Григорию Потемкину. На верфях тогда катастрофически не хватало рабочих рук. И в августе 1783 года светлейший князь срочно направил в Херсон почти четыре тысячи матросов и корабельных мастеров, а вместе с ними и 132 офицера. В их числе и был капитан второго ранга Федор Ушаков. Ушакова узнали только когда он стал командиром линейного корабля при создании Черноморского флота в 1783 году. В конце 18 века Россия остро нуждалась в защите своих новых морских рубежей на Черном море. Поэтому работа по строительству флота кипела. Но в мае в Херсон пришла страшная беда, чума. Ходили подозрения, что болезнь специально завезли турецкие торговые суда. Турки всеми силами хотели помешать строительству российских военных кораблей. Так это или нет, но эпидемия разгорелась. Когда рост жертв среди моряков достиг четырех сотен человек, было решено вывести всех из города. Знаний нет никаких. И знали только то, что это заразная болезнь. Это бубовная чума. Это страшная вещь, естественно. Если вы заболели, там, ну, два-три дня, и вы покойник. И все. Никаких средств излечения не существует в 18 веке, собственно. Поэтому единственное, что можно сделать, и то, что делали и Ушаков, и другие, это минимальный контакт с больными. К этому времени Федор Ушаков командовал линейным кораблем Святой Павел. Разбив экипаж на артели, он распорядился организовать лагерь в степи, обнести его забором, и для каждой группы построить отдельное жилье. И сдал приказ не покидать территорию без его личного разрешения. Устроил лазарет, предусмотрел карантин, и уже к началу ноября в команде Ушакова не было ни одного больного. Из лекарств это вот, значит, есть чеснок, это обливаться уксусом, допустим. Насколько уксус тоже помогает от чумы, я тоже не уверен. Ну, вот это практика, то и будет. Что и делали, соответственно. Ну, вот, видимо, как говорится, у Ушакова это лучше получалось, чем у некоторых других, потому что там был вот командующий такой, адмирал Клокачев, вот он умер сам от чумы. Он делал то же самое, да, но вот ему не повезло. Когда по приказу Екатерины Второй за избавление от чумы взялся светлейший князь Григорий Потемкин, он сразу обратил внимание на успехи Федора Ушакова. Тогда Ушаков и заслужил свой первый орден святого Владимира четвертой степени за подвиг спасения людей. Это, может быть, был такой первый его подвиг христианского милосердия, но, конечно, он его совершал. Исполняя свой долг морского военачальника, он спасал жителей города от чумы и удалось спасти много жизней. И само собой разумеется, когда исследовались обстоятельства его жизни, его служения, когда составлялось его житие, то это было в поле зрения. И это тоже был аргумент в пользу его канонизации. И все-таки, чью могилу вскрыли в Санаксарском монастыре? Как на самом деле выглядел Федор Ушаков? И почему вся его иконография строится на портрете Бажанова, который был написан сто лет спустя, после его смерти? Ключ к ответу на эти вопросы мы найдем здесь, в древней обители, которая затерялась среди лесов и болот Мордовии. Почему Герасимов был уверен, что здесь обнаружили останки именно адмирала Ушакова? В конце августа 1944 года экспедиция прибыла сюда. Волговец Герасимов и кто-то из офицеров флота с представителями местной власти они открыли могилу, взяли главу Федора Федоровича Ушакова. Потом по необходимым действиям по необходимым действиям и ее привезли обратно. Тщательный анализ позволил найти также и золотое шитье в мульсмундирах вот Александровских времен. Причем были найдены даже вот золотые нити сворота, манжет и отворотов. Но самым большим сюрпризом для археологов была находка маршинского погона. Это вот погон, который потом был изображен Михаилом Михайловичем на реконструкции на золотом фоне три черных орла. Ну, здесь уже сомнений, конечно, не было. Тем более, что там были останки только одного человека в этом склепе. И это, конечно, послужило стопроцентной гарантией того, что из-за черной останки принадлежат С. Ушаку. А как же относиться к реконструкции облика Ушакова, которую Герасимов выполнил по найденному черепу? В Санаксарском монастыре уверены, антрополог ошибся. Он не учел общую проблему всех моряков, которые не избежал и адмирал Цинги. От этой болезни моряки теряли зубы, отчего лицо деформировалось. Видимо, Герасимов, когда сопоставлял челюсть и череп Ушакова, не обратил внимания, что у него зубы отсутствовали. И не дав расстояние на место, где были зубы, он сократил по высоте внешний облик Федора Федоровича на сантиметра на два. Болел Ушаков Цингой или нет, сейчас уже точно не установить. Но вот что точно известно, тогда, в 18 веке, здоровье матросов не было особой заботой командиров. Но это нельзя сказать про Ушакова. Он ввел на своих кораблях жёсткое правило. Матрос должен иметь четыре тельняшки. Одну на тело, другую в дело, третью мыть, ну а четвёртую про запас хранить. Вы удивитесь, на кораблях под командованием Ушакова санитарные потери были сведены к минимуму. Ушаков был довольно жёстким командиром. Вот видят он там где-то вот солдатик подгулявший или матросик подгулявший идёт, да, в свободное от службы время. Для него это вот безобразие, нельзя этого допустить. Вот как это они могут, да, почему они в карты играют, да, вот его это всё жутко раздражало. Все должны исполнять свои обязанности, никакой водки, никаких карт. В послевоенные годы в Советском Союзе любили снимать фильмы о великих русских полководцах. Не обошли вниманием и Фёдора Ушакова. В 1953 году на экраны страны выходит фильм Михаила Рома «Адмирал Ушаков». Сценарий о Фёдоре Ушакове писался под жёстким контролем, поскольку это считалось делом государственной важности. Но, несмотря на это, в знаменитый фильм попали невероятные истории об «Адмирале». И в фильме, и почти во всех биографиях Ушакова есть история о том, что он велел установить на берегу моря обыкновенные качели и заставил матросов качаться на них. Но не просто так. На качелях закрепили маленькие пушки, а в руках у матросов были зажжённые фитили, и они должны были из этих пушек попадать в мишени на море. Я, господин капитан первого ранга Ушаков. Вон, на качелях качает. Заряжай! Пойдём! Не поражаю! Господин капитан первого ранга, остановить качели! Что такое? Так адмирал учил своих канониров воевать во время качки. А качка, как известно, на море есть всегда. Согласитесь, выглядит история довольно правдоподобно. Корабли же обычно швыряют на олых. Но как оказалось... все это было придумано режиссером Михаилом Ромом при съемке фильма «Адмирал Ушаков в 50-е годы». Мы делали эксперимент. Построили эти качели, поставили туда небольшую пушку и при первом же выстреле его с этих качелей выбросило. Поэтому реально, естественно, понимаете, какая отдача у пушки, тем более орудия корабельного. качели бы просто разнесло. Ну, конечно, не все, что рассказывал Михаил Ром об Ушакове в своем фильме плод его творческой фантазии. Адмирал действительно распорядился во время боя сворачивать гамаки, в которых спали матросы, и укладывать их вот так вот вдоль бортов. Дело в том, что когда во время боя вражеские ядра попадали в борт корабля, острые щепки от него ранили матросов. Иногда смертельно Ушаков придумал, как с этим бороться. Щепки просто затревали в сетках, и это спасло десятки, сотни матросских жизней. 1787 год. Резкое обострение отношений между Россией и Османской империей. Турция потребовала отдать ей Крым. Понятно, что Россия ответила отказом, и в августе началась война, которая продлилась четыре года. Именно в этих боях военный талант Федора Ушакова проявил себя во всей силе. Он придумал новые приемы морского боя и применил их в Керченском сражении в 1790 году. Что предпринял Ушаков? Так как линейных кораблей на Черноморском флоте не хватало, специальным ордерам Потемкина было приказано большие фрегаты называть линейными кораблями. И во время сражения Ушаков заметил, что ядра с этих фрегатом не долетают до противника. Он их вывел и перевел их в авангард. При перемене ветра эти фрегаты оказались в выгодной позиции. И уже впоследствии, анализируя ход сражения, он понял, что вот эту так называемую эскадру кайзер-флага нужно иметь за благовременно. И уже через год в сражении у мыса Тендра изобретательный Ушаков сразу использовал этот прием, что и повлияло на исход боя. А 31 июля 1791 года в битве у мыса Калиакрия, сейчас это территория Болгарии, Ушаков практически поставил крест на военно-морских силах Турции на Черном море. Это была невероятная победа. И добиться ее снова помогли наблюдательность и смекалка Федора Ушакова. При подходе к Калиакрии он заметил, что турецкий флот стоит у берега. В то время у турок был праздник Курбан-Байрам. Это означало, что большая часть экипажей сошла на берег. Что решил Ушаков? На берегу стояла батарея. Он решил пройти между батареей и флотом, потому что ветер сгул с берега. для того, чтобы отрезать флот от берега. Если бы он пошел со стороны моря, ветер с берега, здесь турецкая эскадра. Если бы начался бой, что бы произошло? Дым от орудий закрыл бы поле и закрыл бы видимость кораблей противника. А противник бы наши корабли все-таки бы виден. Поэтому, чтобы это предотвратить, он пошел между берегом и турецким флотом. На помощь своему флоту турецкий султан Селим III отправил мощную эскадру под командованием алжирского паши Сиит-Али. Именно тогда Сиит-Али дал обещание, что разобьет русских, а самого Ушакова привезет султану в деревянной клетке. Эти хвастливые слова долетели и до русских моряков. Красивая история, согласитесь, а главное правдивая. Но говорят, что ей придумали и продолжение. Когда адмирал Ушаков проходил под самой кормой алжирца на своем корабле, он ему прокричал во весь голос. Эй, Сиит-Али бездельник! Я учу тебя суткин сын давать обещание султану! Огонь! Огонь! Но к сожалению оказалось, что весь этот эпизод выдумка Михаила Рохма. Красивая, но выдумка. Для России война с Турцией закончилась победой и подписанием в 1791 году Ясского мирного договора. Федору Ушакову эта победа принесла орден Александра Невского и звание вице-адмирала. Именно тогда он получил от турок прозвище Ушак-Паша. Его имя действительно наводило ужас на Константинополь. 1798 год. Россия вступает в антифранцузскую коалицию. Император Павел I назначает Ушакова, известного своими блестящими победами, командующим российской эскадрой на Средиземном море. Вместе с Россией в коалицию вошла и Османская империя. Ушакову пришлось сражаться бок о бок с бывшими врагами. Перед ним была поставлена задача освободить от французских завоевателей ионические острова, главным из которых был Корфу. Самая сложная задача стояла во владении крепостью Корфу, потому что эта венецианская крепость, она была сильная, чугунными ядрами ее не пробить. А это 18 век, деревянные корабли. Причем когда Ушаков взял в блокаду Корфу, французский капитан генерального штаба, который потом написал свои воспоминания, писал, что они сидели на берегу, пили кофе и смеялись над русскими. Типа, ну что, русские собрались кораблями выйти на бастионы? А в результате так и случилось. Остров Корфу с давних времен считался ключом к Адриатике. Город, где находилась крепость, был хорошо укреплен. Его бастионы считались неприступными. Во время подготовки к штурму Ушаков лично разработал 132 условных сигнала для управления кораблями и десантом. 18 февраля начался штурм. А уже через два дня на борту корабля Святой Павел был подписан акт о капитуляции Корфу. После этой победы русско-турецкая эскадра собралась идти на Мальту. Но тут взбунтовались турецкие матросы. Они устали воевать и хотели домой. Тогда Ушаков сказал, что я сам пойду и наведу порядок на турецких кораблях. Его все отговаривали. Кадырбеев отговаривал, что вас там убьют. Удивительное дело. Все матросы выстроились и слушали адмирала Ушакова. Они ему подчинялись, а своим командирам не подчинялись. А дальше у Ушакова были еще славные победы и освобождение Неаполя и Рима от французских захватчиков. В 1800 году эскадра Ушакова вернулась в Севастополь. Остров Корфу и город Рыбинск. Как вы думаете, что у них общего? На первый взгляд ничего. Но именно в Рыбинске собраны и бережно хранятся все известные нам изображения прославленного адмирала. И здесь мы продолжим поиски ответа на вопрос. Как же на самом деле выглядел знаменитый флотоводец? В Рыбинске в музее Федора Ушакова вот этот портрет кисти Петра Бажанова парадный портрет висит на видном месте. Его знают все. Но дело в том, что этот портрет художник писал сто лет спустя после смерти адмирала. А вот эта работа это копия последнего прижизненного портрета Федора Ушакова, который хранится на острове Корфу. Похоже, что совсем другой человек изображен. Согласитесь. Еще я хочу обратить ваше внимание на фотографию бюста Михаила Герасимова, который так изобразил нашего прославленного флотоводца. Андрей Девиславович, я даже не могу сообразить, какой портрет соответствует оригиналу? Ваша точка зрения. Единственный прижизненный портрет Федора Федоровича Ушакова, тот, который был обнаружен на острове Корфу в 1988 году отцом Спиридоном Скорделисом. Когда мы исследовали этот портрет, многие детали подтвердили, что да, это действительно подлинная внешность адмирала. Мы исследовали детально, внимательно этот портрет. Во-первых, мы его датировали по двум петлям на рукаве, которые соответствуют званию вице-адмирала. Мы установили, что портрет написан до получения Федором Федоровичем Ушаковым звания полного адмирала, то есть до 25 марта 1799 года. Проведенные исследования, факты говорят о том, что это тот портрет, который наиболее соответствует внешности адмирала. Вывод 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 простой. На парадном портрете адмирала кисти Петра Бажанова знатный барин, а не воин. Художник явно создавал комплементарное изображение. Но давайте вспомним про греческую медаль, с которой он писался. Искусствоведы считают, что и медали, портрет Скорфоу с работой Бажанова имеют явную художественную связь. Только у Бажанова была задача создать парадный портрет героя. Что он и сделал? А как же быть с Бюстом Герасимовым? Существует мнение, что Герасимов не совсем верно изобразил Ушакова, не учтя особенности зубной системы. Но на самом деле Ушаков к своему возрасту смерти действительно потерял большую часть зубов. Но все-таки часть зубов у него сохранилась. Это первое. Второе соображение такое, когда речь идет о восстановлении исторического лица, необязательно делать реконструкцию на момент смерти, когда он истощен болезнью, когда у него уже налицо исторические изменения. Это вовсе необязательно. Абсолютно верно, что это самый точный портрет Федора Федоровича Ушакова, который сделан по подлинному черепу великого футоводца. 1801 год. На российский престол вступает император Александр I. Он посчитал, что военный флот это обременительная роскошь для государственной казны. И это стало одной из причин перевода Ушакова на Балтику. Блестящий боевой адмирал стал командовать грибным флотом. Федор Федорович должен был бы приуныть, но это было не в его правил. Но и на Балтике Федорович он не сидел сложа руки, что он проявил опись всех, включая маломерных судов, которые числились в Балтийском грибовом флоте. Причем напротив каждого этого корабля или судна были пометки Ушакова о его состоянии. То есть он и там проявил все те качества, которые он проявлял на Черноморском флоте. Через пять лет в 1806 году адмирал Ушаков ушел в отставку. И через какое-то время он уезжает из столицы в глубинку, в Темниковский уезд Тамбовской губернии, сейчас это Мордовия, и поселяется в деревне Алексеевка, совсем рядышком с Санаксарским монастырем. А почему он сюда забрался, отец Иннокентий? Ведь родина его Ярославская губерния. Хотя у него были имения и в Севастополе, и в Ярославле, он решил окончить дни своей жизни в Санаксаре или рядом с монастырем, там, где был его преподобный дядя. Его всегда в семье Ушаков всегда помнили о том удивительном событии, когда по благословению императрицы он был пострижен, затем отправился сюда, и о молитвенном подвиге наслышаны были все. На склоне лет отставной адмирал вел затворническую жизнь. По воскресным и праздничным дням приезжал в монастырь, который его дядя Феодор Санаксарский сделал знаменитым. Великий пост неделями жил в монастырской келье, продолжал помогать всем, кто к нему обращался. На свои деньги открыл первое в губернии духовное училище. Адмиральская жизнь и внешняя светская жизнь не по душе была. Простому, искреннему, сердечному человеку, воину Феодору. И он был известным благотворителем не только Санаксарского умности, но и всякой христианской души, которая приходила к нему. Быть такого обычно не бывало, чтобы к барину шли люди за удовлетворение своих каких-то нужд, и они не получали отказа. Всем, чем мог, утешить он потешал. Когда началась война с Наполеоном, земляки попросили Ушакова стать предводителем Тамбовского ополчения. Он отказался. Ему было уже 67. По нынешним меркам вроде немного, но у боевого адмирала здоровье было серьезно подорвано многочисленными военными походами. Хотя свой вклад в победу он все равно внес. На собственные средства организовал военный госпиталь. А после разгрома Наполеона последние свои сбережения Федор Ушаков отдал на помощь пострадавшим от французского нашествия. Федор Ушаков скончался на 73-м году своей жизни в 1817-м. После отпевания в уездном городе Темников местные жители на руках несли его гроб сюда в Санаксарский монастырь. Мир знает его как великого флотоводца, а мы как великого милосердца написали в местной газете. А ведь так оно и было. Он решительно отличался своим образом жизни от той сведы, к которой он принадлежал из среды высокопоставленных сановников. Он вел целомудренную жизнь и такова была вся его жизнь. Значит, у него еще было и монашеское устроение души, раз это было вот так. Однажды после очередной победы Федор Ушаков написал «Мы не желаем никакого награждения, лишь бы только служители наши, столь верные и ревностно служащие, не были бы больны и не умирали с голоду». В первую очередь, именно за такое отношение к людям, а не за победу в морских сражениях, 5 августа 2001 года адмирал Ушаков был канонизирован. Я был участником канонизации. Чудеса начались в Мордовии, в Санкт-Петербургском монастыре и продолжились здесь. Но в чем они выражались? Представьте себе, 27 ноября, ветер, непогода, и когда моряки, балтийцы, уже адмиралы флота, взяли частицу мощей вместе с гробницей на плечо и пошли крестным входом, погода стихла, появилось солнце и такая погода продолжалась теплая до конца рабочего дня. Действительно, почитание Федора Ушакова на флоте велико. На всех военно-морских базах есть частицы его мощей и на каждом корабле иконы любимого моряками святого, на которых начертаны его пророческие слова. Не отчаивайтесь, сии грозные буря обратятся к славе России. Он так и остался непобежденным адмиралом. Он никогда не стремился делать карьеру, с легкостью раздавал свои деньги тем, кто нуждался. Он получал почести и звания, но никогда не стремился к наградам. Он просто очень любил Россию и служил ей всем сердцем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова